Я продолжаю разбирать книгу пророка Захарии. Мы на прошлой неделе закончили 7 глав. Я надеюсь, что сегодня смогу продолжить говорить с восьмой и с девятой. Эти вещи произошли задолго до рождения Иешуа. И здесь есть вещи, которые нам тяжело понять, потому что мы не совсем понимаем контекст всего написанного. Но у Писания есть характер того, что это постоянно возвращается каким-то образом. И наше сердце принимает это пророчество. И мы здесь учим из истории, из принципов, которые есть у нас в пророчествах. И очень важно, когда мы читаем пророчества, Мы начинаем понимать, что есть что-то внешнее с небес, что приходит и ведет нас. И мы на рациональные люди, мы не всегда выросли в атмосфере пророчеств. И как намек я получаю, только когда я читаю Писание, я получаю это направление, чтобы мы были ревностными, как написано в послании к Коринфянам. Помните, что написано. Ревнуйте о даре пророчества. Или о любом другом даре. Я могу сказать, что как у любого человека есть определенные дары естественные, то для каждого человека приготовлены дары сверхъестественные. Поэтому попытайтесь узнать это у Бога. Если человек, музыкант, и не занимается музыкой, то в конце жизни он чувствует какой-то недостаток, он расстроен, что он не восполнил свое предназначение. Мы живем в очень рациональном мире. Но Бог призывает всех нас принести в этот мир жизнь с небес, которая нерациональная. Ревнуйте, стремитесь к этому, просите у Бога. Скажите, Отец мой небесный, какой дар ты приготовил для меня? И пытайтесь использовать этот дар. Я продолжаю читать, и я буду читать на русском языке. Откройте восьмую главу Захарии. Пять первых стихов я прочитаю. И было слово Господа Циваота, так говорит Господь Циваот, возревновал я о Сионе ревностью великой. И с великим гневом возревновал я о нем. Так говорит Господь, обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме. И будет называться Иерусалим городом истины. И гора города Циваота, горою святыни. Так говорит Господь Циваот. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах Иерусалима, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города сего наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. Эти вещи были сказаны после того, как небольшая группа людей вернулась с Вавилонского плена. И город Иерусалим был в разрушенном ужасном состоянии. Но потом мы видим, что все восстановилось. И вот исполнилось пророчество, которое было произнесено больше двух тысяч лет до этого. И во время Иерусалима это было очень актуально. Иерусалим был выстроен заново, и его населяло много людей. Но потом все заново было разрушено. А в наши дни опять Иерусалим выстроен. Это дает нам определенный урок. Почему вещи разрушаются? И ответ простой, это грех. Это бунт человека. И Иерусалим говорит в свое время Иерусалиму, что я хотел собрать вас, как птица собирает под свои крылья птенцов, но вы не захотели. Мы должны быть правдивыми людьми. И в священные писания очень много говорят, что Мессия должен родиться во время второго храма. И мы, как народ Израиля, я не говорю сейчас про мессианских верующих. И в основном в своей массе народ Израиля, евреи говорят, нет, Машех не родился, этого не произошло. И Бог дает нам ответственность объяснить нашему народу, что мы, как народ, ошиблись. Потому что если мы не ошиблись, то ошибся Захария. А если Захария ошибся, то зачем его книгу внесли в Танах? Потому что если мы пропустили и не увидели, нам нужно помолиться и просить прощения, и помочь, чтобы Бог помог нам увидеть. На протяжении двухтысячелетней истории, когда истина была сокрыта от Израиля, а все остальные народы неевреи получили эту истину с небес, они тоже согрешили. Потому что они совершенно с неправильной мотивацией и с неправильным духом пытались донести Евангелие до нашего народа. Это их ответственность. Но нам нужно вернуться к истокам и опять думать и думать, что мы пропустили. Та картина, которая описана в книге «Бытие». Помните, когда сидел Иосиф и он выглядел как обычный египтянин. И его братья собрались к нему, смотрели на него и просили, чтобы он смело вести над ним. И в какой-то момент Иосиф всем своим египетским слугам сказал «Выйти». И написано «Тогда открылся Иосиф своим братьям и сказал «Я Иосиф, брат ваш». Они были в шоке. Они все были одеты как семиты, а он был одет как какой-то египтянин. Они все были с бородами и выглядели как евреи, а он был выбрит наголо. У него здесь была татуировка. А здесь была серьга. И они думали, что это за парень? Но Дух Святой открыл им глаза и дал им увидеть. Конечно, мы верим что в один день особенным образом Иосиф откроется нашему народу. И я думаю, что в основном даже наши ультра-религиозные братья будут в шоке. Потому что они увидят кого-то, который не выглядит как религиозный верующий еврей. Но я возвращаюсь здесь к тексту. Здесь Захария говорит Иерусалим будет выстроен заново. Это произошло 2000 лет тому назад. Потом Иерусалим опять был разрушен. И сейчас, слава Богу, это прекрасный город. Они горбаны, не как говорили, они горбаны и когда они носили Иерусалим, я живу здесь в Израиле очень много лет, не как наши гости, допустим. Но каждый раз, когда я поднимаюсь в Иерусалим, я заново переживаю это волнение. И вчера мы с Яиром были там. И я очень сильно испытывал это волнение, мы пошли на Котель. и была страшнейшая жара. Но мы зашли во внутреннюю часть и мы прикоснулись к этим камням. И мы опять узнали, что это место особенное. И Бог восстановил его. Весь народ очень тяжело работал для этого, но Бог исполнил свое обещание, которое он дал Захарии. Я продолжаю читать 6, 7, 8. Так говорит Господь Саваот, если это в глазах оставшегося народа покажется дивным в дни сии, то неужели оно дивно и в моих очах? Говорит Господь Саваот. Так говорит Господь, вот я спасу народ мой из страны Востока и из страны захождения Солнца и приведу их и будут они жить в Иерусалиме и будут моим народом и я буду их Богом в истине и правде. Мы все в основном здесь старшее поколение по крайней мере не родились в Израиле и мы живые свидетели этим словам. Я не устану повторять заново те же слова. я репатриировался 32 года назад с Советского Союза и это была огромная репатриация, более миллиона человек возвратились в Израиль и в основном многие из нас и вы свидетели этому были просто атеистами. Потому что мы выросли в стране, где религиозные книги запрещались дома. Но Бог знает говорить и к верующему и к неверующему. И вот мы услышали и то, что здесь написано я соберу вас из разных углов земли. Девятый стих 10 и 11 Так говорит Господь Циваот укрепите руки ваши вы, слышащие ныне слова си из уст пророков, бывших при основании дома Господа Циваота для создания храма. Ибо прежде тех дней не было возмездия человека, ни возмездия за труд животных, ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага и попускал Бог всякого человека враждовать против другого. Ныне же для остатков этого народа я не такой, как в прежние дни говорит Господь Циваот. Ибо, я читаю дальше, они кумамщих лекро мештемесры от совхамешесры. Я продолжаю с 12 до 15. Ибо посев будет в мире, виноградная лоза даст плод свой и земля даст произведения свои. И небеса будут давать росу свою. И все это я дам во владение оставшемуся народу сему. И будете как вы дом Иудин и дом Израилевым как вы были проклятием у народов так я спасу вас и будете благословением. Не бойтесь. Да, укрепятся руки ваши. А нахну куляну кшейгану ли ары цаину баа статус шел Оле Хадаш. Мы все, когда приехали в Израиль были в статусе нового репатрианта. Оле Хадаш зи бахьян. Новый репатриант это человек постоянно жалующийся. Ата баквуца шамба ульпан ты в группе в ульпане неважно в каких ты новых группах и ты постоянно жалуешься и говоришь что там было лучше. селедка была намного более соленой а огурчики были намного вкусные и ты жалуешься постоянно и как я могу продвинуться в этой дорогущей земле стране. Кто помнит такое? Как я могу здесь продвинуться? инфляция, здесь мошканта бешеные деньги стоят. Но мы скажем слава Богу в основном мы справились. Бог открывает двери то, что написано здесь. Ты жалуешься и плачешь. И ты говоришь почему я не вижу плодов своей работы. Но Бог возвращает тебе, Он дает тебе. Если мы последовательны, если мы занимаемся это пеше лану и мы занимаемся и тлоненут если мы закрываем свой рот от ропота, жалоб и негатива и если мы наполняемся благодарением то Бог приносит нам благословение. И Он дает нам интересное обещание здесь что следующему поколению я воздам намного больше. Я слышал такое современное высказывание мнение я хочу жить так как я хочу жить а мои дети сами справятся я сегодня вкладываюсь в свое собственное удовольствие а дети мои справятся и это полностью противоречит тем словам которые Бог дал Захарии так я получил воспитание от своих отца и матери это то что я хочу передать своим детям и внукам нам нужно сделать все чтобы им оставить наследие и духовное и физическое не только физическое если вы даже оставите им большие богатства но у них не будет Божьего страха то все это богатство не будет им на пользу но Тора постоянно возвращается к одному и тому же благослови своих детей и детей своих детей я продолжаю читать с 14 по 18 ибо так говорит Господь Саваот как я определил наказать вас когда отцы ваши прогневляли меня и не отменил так и опять я определил в эти дни соделать доброе Иерусалиму и доброе дома Иудину не бойтесь вот дела которые вы должны делать говорите истину друг другу по истине и миролюбиво судите у ворот ваших никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего и ложной клятвы не любите ибо все это я ненавижу говорит Господь и так и как было ко мне слово Господа так говорил Господь вот пост четвертого месяца и пост пятого месяца и пост седьмого месяца и пост десятого месяца сделается для дома Иудина радостью и веселым торжеством только любить истинный мир кодем коль формат тагаво и дзе в лот и каблю и дзе зе формат чел бы надам шемамаш и тмала бы малхута шамаем формат любить то что Бог сказал любить ненавидеть что Он сказал ненавидеть это формат человека который узнал небеса это человек который ходит с Богом и на самом деле мы не видим такого мы видим что люди наполняются гневом ты как верующий человек должен быть оазисом для другого чувства для небесного чувства вы знаете что такое оазис это когда ты идешь по пустыне и вдруг ты встречаешь человека и говоришь где оазис он говорит там и ты говоришь сколько туда еще идти он говорит пять километров и ты начинаешь идти туда а он тебя останавливает он говорит купи у меня сначала галстук он говорит зачем мне галстук в пустыне и продолжаешь идти и приходишь к оазису а там есть такой знак вход только в галстук я смеюсь конечно тебе нужно быть оазисом тебе нужно быть доступным для других людей а если в тебе есть добро небес это то о чем учил Дима мы более склонны учиться плохому от других людей чем учить других людей хорошему от нас но не все так плохо я уверен что у многих был этот опыт когда вы закрыли рот ругающимся и вы заходите на свое место работы в свой класс и люди стесняются при вас ругаться у кого было такое говорили ешу ты исправляешь и потом при тебе говорят ешу у моего сына был такой опыт в классе его учитель постоянно говорил ешу ешу но когда его немножко научили он изменился здесь есть что-то интересное 18 19 читаю заново и было ко мне слово господа так говорит господь савод пост четвертого месяца и пост пятого и пост седьмого и пост десятого соделается для дома иудина радостью здесь говорится про пост который происходит раз в два-три месяца и один из этих постов это Йом Кипур день искупления и отсюда ничего нельзя не убрать не добавить Йом Кипур всегда были даты скорби вы помните такую дату Таанит Эстер это был пост который брала Эстер до Пурим и весь народ Израиля сказал да мы тоже хотим это делать есть ли какое-то значение в том чтобы мы постились еще раз перед Пурим возможно люди на себя принимают слишком много религиозных обязательств есть ли нужда поститься на 9 ава кто помнит шельшо несколько дней назад было 9 ава и многие в Израиле постились в этот день есть те которые не постили есть люди которые спрашивают мессианских верующих что вы делаете в этот день и здесь не очень простой ответ во-первых да в этот день был разрушен первый и второй храмы и Медрашим говорят что когда народ израильский был в пустыне не когда они не захотели после того как 12 10 из 12 саглядатов принесли плохую весть они не захотели зайти то Бог сказал тогда Бог сказал мужей и другим которые родились в пустыне что никто из них не зайдет в землю обитованную кто помнит этот рассказ и Медраш говорит я не уверен в том что Медраш это что-то точное но Медраш рассказывает что 8 Ава люди копали могилы и спали целую ночь там и каждый год 8 Ава 15 тысяч не просыпались на 9 Ава то есть у человека в народе есть такое чувство что это время скорби но когда мы читаем Новый Завет написано что вы храм Бога Живого вы Ешуа воскрес из мертвых и он сказал сам разрушите храм и за три дня я воздвигну его как мы должны относиться к этому у меня нет точного определения я думаю что очень хорошо в такие дни соединяться с нашим народом и тоже поститься не ради скорби а ради грядущей надежды и здесь написано прекратите поститься и эти дни станут радостью но мы все еще не во времена радости поэтому по дороге пока мы только не достигли этого состояния да стоит поститься в эти дни даже немножко возможно допустить один прием пищи и молиться не использовать этот день для особенной диеты а для молитвы господь возврати нас в правильное место перед тобой и в языке написано я возьму вас в вашу землю и очищу вас от скверны и идолов кто помнит это место Писания язык 36 когда ты говоришь душевно с душевно больным обычно не знает что он душевно больно он думает что с ним все в порядке человек который наполнен скверными обычно тоже не думает что это так он говорит со мной все хорошо я хороший человек я справедливый человек я не верю в бога но со мной все в порядке. Но это процесс очищения от скверны. Мы все находимся в этом процессе. Я продолжаю читать. Я с 20 по 23 стих буду читать. Так говорит Господь Саваот, еще будут приходить народы и жители многих городов, и пойдут жители одного города к жителям другого и скажут, пойдем молиться Господу и взыщем Господа Саваота. И каждый скажет, пойду я. Мы как будто ободряем один другого, пойдем вместе молиться. Будут приходить многие племена и сильные народы, чтобы взыскать Господа Саваота в Иерусалиме и помолиться лицу Господа. Так говорит Господь Саваот. Будут в те дни, возьмутся 10 человек из всех разноязычных народов, возьмутся за полу иудеи, будут говорить, мы пойдем с тобой, мы слышали, что с тобой Бог. Вы знаете, вот что имеется в виду, когда написано, возьмутся за полу иудея, за цицит. На иврите в оригинале написано, что другие народы возьмутся за цицит. И скажут, мы знаем, что здесь что-то происходит. Возможно, в плане знания. Но я не сильно полагаюсь на знание. Я думаю, что для Бога самое важное, чтобы у нас был личный опыт, личное переживание его. И придет такое время. И в послании к римлянам в 11 главе говорится про это. Вы, как народ, были во тьме. Но в один день я принесу вам больше света. И вы узнаете меня заново. Дима сегодня учил, что с нашего ДНК может выйти что-то хорошее и что-то плохое. Есть люди, которые вообще ни во что не верят. Но вдруг что-то возникает в них. Это похоже на то, что мы читаем в книге Второзакония. Моше стоит перед нашим народом. И уже все, которые вышли из Египта мертвы. Только новое поколение стоит. Об этом написано во Второзаконии 5 главе. И Моше говорит, вы все стояли возле горы Синай. И они говорят, как это мы стояли, мы тогда даже еще не родились. И он говорит, не важно, что вы не родились еще. В вашем ДНК ваши родители стояли там. И вы слышали голос Бога, говорящий из огня. Когда есть такое выражение, что Бог будет говорить из огня, это что-то, которое предназначено для поколений. И даже сегодня говорится к нам. Четыре тысячи лет после того, как это произошло, когда Дух Святой зажигает правильные спички, это поднимается. Это поднимается изнутри. И это не только чувства. Ты чувствуешь огонь. Когда я читаю Евангелие, там есть такое выражение. Иоанн Креститель говорит, тот, кто идет за мной, он сильнее меня. И он будет погружать вас в Святой Дух и в огонь. Помните, что он говорил? Обычно, когда говорится о погружении в огонь, говорят это как испытание. Я думаю, что есть другое значение этому. То же самое, что произошло на горе Синай. Это проснуться для другой реальности Божией в другой силе. Это то, что пережил Давид. Я очень часто говорю это местописание, всегда пред Собой я видел Господа. Царь Давид говорит, я всегда пред Собой видел Господа. Давид не был простым человеком. Он был пророком. Он был воином. Он иногда был просто наполнен пролитой кровью. Я боюсь я боюсь птицу зарезать на ужин. Я этого не делаю. Я иду и покупаю уже очищенную. Мелых Давид. А царь Давид его руки были наполнены кровью других людей. Но он говорил, я живу в реальности Бога. И здесь говорится про что-то похожее. если мы будем переживать Божье присутствие, тогда другие и в нашем народе и из других народов будут голодать чтобы прийти и сидеть с нами и переживать эту реальность. Я не буду начинать девятую главу. Я хочу помолиться чтобы мы открыли наши сердца для его реальности. Можно закрыть глаза и сесть. отец мой я молюсь чтобы ты прикоснулся к нам к твоим детям. Дай нам желание приблизиться к тебе. Наш рационал создал стену между мной и тобой. Мы больше упаваем на дела рук человеческих чем на Божьи обещания. Когда человек болеет он не начинает молиться он бежит к врачам. Мы привыкли действовать таким образом. Отец Наш Небесный принеси нам твою реальность. Это и дары Святого Духа. но это намного более серьезное. Дары это как результат когда мы наполняемся Божьим присутствием. Отец Наш Небесный принеси нам твое откровение. Небесный